Всем привет и сегодня у нас будет снова экспериментальное видео о звуке Так уж получается, что в жизни каждого действующего музыканта наступает момент Когда он начинает задумываться о покупке своего микрофона Потому что штука эта незаменимая Как для того, чтобы записать звук, так и для того, чтобы его воспроизвести, то есть подзвучить на концерте И я в свое время был очень обижен тем, что я не нашел ни одного видео на ютубе Где бы мне показали и объяснили, почему я должен переплатить за более дорогостоящую модель Что я от этого получу и какие могут быть нюансы В отсутствие всех этих знаний и примеров я положился на политику, что чем больше я заплачу, тем больше я получу А оказалось не совсем так И в общем-то сегодня я решил сделать это видео, где мы, конечно, запишем звуковые тесты Записи чистого звука инструмента, дисторшина, овердрайва И, конечно, дам свои какие-то объяснения, рекомендации и замечания по самой ходовой линейке микрофонов Это микрофоны Shure, вы их, собственно, видите на концертных площадках, на репетиционных базах, на телевидении, где угодно Итак, начнем Первый это из класса бюджетных микрофонов Shure PGA57 Что можно сказать? Это бюджетный микрофон, тот случай, когда хочется сэкономить какие-то другие, возможно, приоритеты Он здесь для того, чтобы понять, насколько отличаются элитные микрофоны от бюджетного диапазона И насколько отличаются крепкие середнячки, в общем-то Следующий микрофон это SM57 Это профессиональный студийный микрофон, который, я думаю, ну, знаете все Замечательный, неубиваемый, настоящая вот рабочая лошадка На всех студиях очень универсальный, классный микрофон Золотое сочетание цены, качества, звука Он, конечно, здесь будет, куда без него Следующий микрофон, третий инструментальный микрофон Это представитель элитного класса Это Shure Beta 57A Тоже 57, как и все инструментальные, но в версии Beta Здесь есть такая вот элитная голубая каемочка Он стоит побольше, процентов на 30 И, в общем-то, я его и приобрел Это мой микрофон В надежде на то, что будет все максимально круто Конечно, мы сравним его с предыдущими двумя версиями Но самое интересное, что у меня здесь еще есть Shure Beta 58A 58, то есть индекс 8, означает, что это вокальный микрофон Что же вокальный микрофон делает в сравнении с инструментальными? Ну, это самый дорогой из них микрофон И смысл идеи теста в том, чтобы выяснить Может ли, пускай самый дорогой, но вокальный микрофон Потягаться на чужом поле, да, потягаться с инструментальными И применим ли он для этого Можем ли мы переплатить, взять хороший вокальный микрофон И надеяться, что в неподходящей ситуации В случае он нам поможет также и снять звук инструментов Давайте для начала все это послушаем Как все это звучит, какая есть звуковая разница Эквализация у каждого микрофона Ну, а потом я расскажу еще и свои нюансы, замечания Субтитры подогнал «Симон» 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 Для записи «Симон» Для вокала «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Поставить и выкрутить на всю не получится, как это можно сделать с SM-кой. Он очень быстро перегружается, пикует, и он все-таки очень яркий по звуку, что не совсем подходит для тяжелых стилей музыки. Я бы, наверное, его посоветовал больше музыкантам, близким к чистому звуку гитары, или же тем, кто играет на легком перегрузе, фузе, кому нужен яркий, красивый звук, и при этом нужна какая-то лошадка, чтобы можно было в него попеть. Однако здесь, в отличие от вокального микрофона, очень хорошо проходят все взрывные согласные B и P, потому что придется пользоваться вот таким вот поп-фильтром, иначе никак. Дальше. Shure SM57. Действительно, боевая лошадка, звучит достойно, но все-таки уступает как по громкости, как я сказал, так и по динамическому диапазону, так и по красоте звука, по широте, спектру, частотному диапазону, нежели на линейке бета. При этом его основное достоинство в том, что он как раз-таки не боится нагрузок никаких, в том числе и звукового давления, и зачастую это такой приверженный выбор металлистов. Почему? Потому что при записи на него тяжелые гитары сразу приобретают звук, который не требует никаких обработок. Он очень удачно ложится в микс, и если в случае с бетой он ложится как-то спереди, прямо бьет вам в лицо, то в случае с SM он ложится в микс ровно на свое место. То есть гитары буквально сразу встают в стерео-панораме, и очень клево. Вот, как можно все это описать. Поэтому, несмотря на то, что он может быть не такой яркий, не такой громкий, все-таки в итоге для звукозаписи, особенно в тяжелом стиле музыки, я рекомендую его. Ну и, собственно, не только я, это очевидный факт. Следующий микрофон это PJ. Что можно сказать? Это, конечно, вся серия PJ, это бюджетная серия. Я рекомендую все-таки раскошелиться, брать как минимум SM, потому что микрофон, он берется буквально один на всю жизнь. Штука неубиваемая, и сколько раз еще пригодится. В случае с PJ это, конечно, все работает. На чистом звуке заметно тише. Я потом все это выровнял, чтобы по громкости можно было сравнить именно по звуку. Но и тут видно, что, конечно, беднее диапазон. Конечно, не так ярко выражена динамика. Конечно, не столь миксово слушается звук. На грязном звуке здесь у нас получилась не только замыльность, но и небольшие неприятные, в верхней середине, наверное, смазанные какие-то частоты. Ну, немножечко даже посвистывающие, может быть. Поэтому данный микрофон я могу рекомендовать как дополнительный микрофон, для снятия звука с какой-либо еще позиции, как микрофон на замену. На тот случай, если вы, допустим, говорите в микрофон, ну и надо бывает что-то позвучить. Для подзвучивания ударных инструментов, я думаю, он тоже замечательно подойдет. В общем, свое применение есть. Однако, конечно, уступает предыдущим описанным микрофонам. Ну и последняя наша черная лошадка, это Beta 58. Что можно сказать по данному микрофону? Несмотря на то, что он вокальный, он замечательно снял звук гитары, в общем-то, и, я думаю, справится с акустическим инструментом. С духовыми, опять же, очень рекомендуется. Но, в чем отличие? Больше низов. Однозначно было больше низов. Чуть-чуть приукрашена, опять же, верхняя середина, как это с голосом он делает. Обычно эти микрофоны используют вокалисты, у которых не такой сильный мощный тембр голоса, а немножко посипшие, да, вроде как Дмитрий Билан, но из МС, в том числе у Баст, и у всех, у кого я последние концерты видел по телевидению, стояли вот такие вот микрофончики. Вот, и в том числе девушки тоже их предпочитают, любят, потому что действительно, ну, он очень точен к нюансам. Поэтому снимать им гитару, как и на чистом канале, вполне себе можно, можно рекомендовать, отличная замена, и все-таки лучше, чем бюджетный, даже пускай инструментальный микрофон. Что касается овердрайва, ну, здесь тоже все, в принципе, не совсем плохо. Он достаточно точно передает все нюансы инструмента и похож на бета-57. При этом он все равно громче, но, несмотря на то, что он громче, он не боится большого уровня сигнала. То есть вот так вот запиковать его по громкости, как инструментальную бетку, не получится. Он достаточно выносливый и при этом предназначен для более тихих источников звука, ну, то есть для человеческого голоса. Поэтому вот такой вот интересный, крутой микрофон. Однако, ну, естественно, для хайгейна, для тяжелых стилей музыки, музыке он не подойдет. Ну, на мой взгляд, субъективно, потому что это все-таки много низов, все-таки не так, как привык наш мозг, ух, слух, слышать именно звук гитары и обладать он другой своей эквализацией. Поэтому, тем не менее, замечательный микрофон за свои средства может помочь, если нужно подснять звук, но в студийных условиях вряд ли кто-то будет его применять для записи гитары. Ну, в общем-то, на этом все. Надеюсь, видео было интересное, полезное. Теперь вы знаете, какой микрофон подойдет вам. Да, если вы любите тяжелую музыку, наверное, больше 757. Если вам нужен какой-то универсал и петь, и играть, и звучать, и вы саксофонист еще, да, и что-то еще там, может быть, играете, вам подойдет бета 57. Если вы преимущественно вокалист, но которому надо иногда подзвучить свою акустическую гитару, скажем, да, то можно купить 58-й. При этом еще подойдет и для записи подзвучивания чистого звука с усилителя, с комбика. Ну, и есть 57-й, как PJ, бюджетный вариант, как дополнительный микрофон, или же как то, с чего можно там начать свою мини-домашнюю студию. Ссылки на все микрофоны я оставляю в описании, конечно. И, в общем-то, подписывайся на канал, если этого еще не сделал. Здесь много всяких полезных таких вот экспериментов со звуком. Ставь лайк, если не жалко. Ну, и пиши комментарий, какой микрофон тебе больше понравился, на каком звуке. И до новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok